Александра Лесина. Игрок. Книга тринадцатая. Шестой знак. Том второй. Для Гайды нет ничего важнее, чем обязательства перед своей землей и обещания, данные королю Валиона. Даже оказавшись, Бог знает где, она всей душой стремится вернуться на Вуалар, Ставший ей настоящим домом. Но не все так просто с возвращением. Чтобы вновь видеть родных, Гайды нужно отыскать ангела и демона, запечатавших этот неполноценный мир нерушимой печатью. Создать портал, удержать и без того начавший разрушаться купол. Но для Ишты нет ничего невозможного, особенно когда рядом есть верные друзья, на которых можно полностью положиться. Пролог. Если не знаешь, куда идти, остановись ненадолго. Закрой глаза и прислушайся к своему сердцу. Оно всегда знает правильный путь. Совет путника. И снова это был сон. Тревожный, мрачный, но при этом поразительно похожий на реальность. Темнота, тишина, безмолвное величие пустоты, мгновенно гасящее любой звук и делающее невозможным любой разговор. Я стою, как и прежде, возле убегающей в бесконечность преграды и с тоской смотрю на взбешенного брата, который, судя по новым ранам на руках и груди, с нашей прошлой встрече так никуда и не уходил. «Остановись!» — беззвучно шепчу ему, надеясь, что хотя бы сейчас он услышит. «Не надо! Пожалуйста! Остановись, брат! Я не хочу тебя потерять!» Увидев меня, он застывает, а в его глазах появляется безумное облегчение. «Слышишь?» — шепчу в дикой надежде. «Ты меня слышишь?» Дэм, поколебавшись, наклоняет рогатую голову. «Гайды!» — едва заметно двигаются его губы, обнажая кончики острых клыков. Я с облегчением улыбаюсь и медленно-медленно, подняв немысленно тяжелую руку, тоже киваю. «Сестра!» — повторяет он, всматриваясь в мое лицо. «Сестра!» «Ты правда живая? Или нам пора искать тебя в тени?» «Порядок!» — делаю ему знакомый еще со старых времен знак. Пальцы, правда, онемели, едва гнутся. Подушечек вообще не чувствую. Да и тело будто чужое. Но Дэм понимает, улыбается и, опустив напряженные плечи, выдыхает. Да так мощно, что густое облачко пара, сорвавшись с его губ, умудряется отлететь на два шага и только там застыть беловатым сгустком, который неимоверно медленно начинает рассасываться в пустоте. «Где ты?» — спрашивает Дэм, нетерпеливо дернув крыльями. Развожу в ответ руками, не зная, как объяснить. Потом все-таки додумываюсь изобразить дырку в полу, свое стремительное падение. Он хмурится, понимая едва ли половину того, что я хочу сказать, но терпеливо ждет, когда я закончу. А у меня нет ни времени, ни подходящих слов, чтобы объяснить свое местоположение. Однако только могу ему шепнуть. «Вуалар! Пустыня!» Больше ничего сказать не успеваю. Губы сводят от холода, а щуки все быстрее покрываются густым слоем иния. «Как до тебя добраться?» — снова спрашивает он, когда у меня заканчиваются силы, а пальцы перестают двигаться. Выразительно смотрю на разделяющую нас преграду. Но как только он пытается рвануться навстречу, нахожу в себе силы, чтобы со скрипом согнуть заледеневшие пальцы и сделать останавливающий жест. «Здесь смерть!» — снова показываю ему на стену. «Тебе не пройти!» «Обходной путь!» — еще больше хмурится он. «Тень!» С трудом шевелю непослушными губами и шепчу единственное, что приходит в голову. «Линн!» Он переспрашивает, а потом удрученно качает головой. И я разочарованно вздыхаю. «Значит, мой кровный брат еще не вернулся. Жаль. Как вы?» Торопливо делаю новый знак, пока окончательно не превратилась в ледышку. «Эннар?» «Сходит с ума!» Криво усмехается брат и подносит к виску указательный палец, изображая пистолет. Нахватался у меня из памяти негодяй. Но все равно непонятно, кто там из них уже готов застрелиться. Ищет, ждет, надеется. «Скажи!» «Скажу, Гайде!» — стирает усмешку он. «Ты только дождись! Мы тебя вытащим!» Я слабо улыбаюсь, а потом у меня резко темнеет в глазах. Тень, наконец, добралась до своей жертвы и снова выпила мои силы до дна. Играючи вышвырнув из своих владений и обдав напоследок мое сердце смертельным холодом, неохотно отпустила во своясе, в которой уже раз. Вот и говори после этого, что у нее нет никаких чувств. «Дэм!» — вскрикнула я, открывая глаза в собственной постели и уже не понимая, где сон, а где явь. Тело все еще чужое, будто скованное арктическими льдами. В глазах туман, за щеки кусает знакомый морозец, ноги ватные, руки едва шевелятся. Каждый вздох как испытание, а каждое движение как пытка. С трудом придя в себя, я попыталась сесть, поражаясь собственной немощи, но потом ощутила, как что-то мешается в глазу, осторожно сняла с ресницы крохотную льдинку, которая тут же растаяла в ладони. Несколько мгновений неверяще смотрела на прозрачную лужицу, которая до сих пор неприятно холодила кожу, а потом прошептала. «Значит, все-таки не сон!» После чего глубоко вздохнула и, мгновенно позабыв обо всем остальном, крепко до боли зажмурилась. Отступление первое Ну и что на этот раз? Недовольно фырчит Айт, снова ощутив настойчивый зуд в левом ухе. Кому я опять понадобился? Велено ж было не беспокоить. Опять зовут? Интересуется Алар, даже не думая скрывать насмешки. Да. Рычит зверь, поднимаясь на мощных лапах и сердито отряхиваясь. Обычно мои демоны смирные. Между собой грызутся. Но меня не вмешивают бояться. А тут, наверное, от своих пернатых заразы нахватались, пока в прошлый раз выясняли, кто прав, кто виноват. Вот и дергают по пустякам. Впрочем, пойду проверю, что ли. Вдруг что серьезное случилось. И я, пожалуй, пойду. Задумчиво отзывается Светлый, уловив идущий из пустоты легкий перезвон, похожий на звучание хрустального колокольчика. Два зова в одно и то же время. Не к добру. Не находишь? А от ней добра оскаливается. Сейчас все выясним. Если окажется, что равновесие опять сместилось... Эй, где там наша упрямая Ишта? А и правда где? Неожиданно хмурится Алар. Затем прислушивается к чему-то, хмурится еще больше и, поднявшись с облюбованной кочки, резко отворачивается от уже созревшего нового мира. Таким же резким движением разрывает ткань мироздания, быстро шагает в образовавшуюся щель и уже оттуда сухо бросает непонимающе трясущему головы Айду. Проверь-ка свое подземелье, брат. Кажется, у тебя там назревает волнение. Тот замирает на миг, к чему-то прислушиваясь, после чего вспыхивает адским пламенем и тут же исчезает, оставив после себя оплавленный по краям камень, густой черный дым, медленно рассеивающийся в пустоте, до ощущения смертельной угрозы от одного запаха, который недавно родившаяся звезда пугливо мигает, затем снова вспыхивает и в мгновение ока сжигает оставленный без присмотра мир.